Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем на библейском портале экзегет наши беседы по книге Левит. И сегодня мы будем читать пятую главу этой книги. Она начинается словами «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Имеется в виду, что, например, кто-то слышал, если какой-то человек сказал «пойдем, будем служить идолам» или «пойдем, совершим какой-то грех». Потому что любое отступление от воли Божией привлекает проклятие. И давайте посмотрим, как Блаженный Августин в своем трактате «Вопросы на семи книжах» объясняет этот текст. То есть, если не сообщит об услышанном, то понесет грех. В большинстве случаев существует выбор между страхом этого греха и страхом предательства людей. Блаженный Августин объясняет нам, что человек может раздираться между нежеланием доносить, и в то же время есть Божья заповедь, которая учит, что если ты услышал что-то проклятое, и не восстал против этого, ты становишься соучастником. Конечно, в христианстве есть целая процедура, как мы обличаем человека. Мы не можем, увидев что-то плохое о человеке, услышав что-то плохое от него, пойти и донести на него. Нет, мы обязаны сначала поговорить с этим человеком, как учит Господь наш Иисус Христос, один на один. Если он послушается нашего обличения, то он опять наш брат. Если не послушается, мы должны взять двух-трех свидетелей и при устах двух-трех свидетелей обличить этого человека. Если он не послушается, только тогда мы можем обращаться к церкви. То есть делать достоянием народа Божия вот эту информацию, что этот человек говорил что-то очень ужасное, богохульное. Блаженный Августин пишет, «Ведь мы можем отозвать уже готового на преступление человека от столь тяжкого греха увещеванием или запретом». На самом деле мы не вредим человеку, когда мы его в чем-то обличаем. Мы, наоборот, спешим остановить его от этого неправильного рассуждения, от этого неправильного хода мыслей, от тех действий греховных, к которым он стремится. Таким образом мы проявляем заботу. Августин продолжает, но если он не послушает и ложно поклянется перед нами о том, что нам известно, а нужно ли о нем сообщать, если в результате этого он подвергнется смертельной опасности? Это очень сложный вопрос. Но поскольку не говорится, кому это следует сообщать, тому ли против кого проклятие направлено, или священнику, или кому-то, кто не только не может его преследовать, определяя наказание, но может даже молиться за него, то, мне кажется, человек освобождает себя от уз греха, если сообщит об этом тому, кто скорее поможет, чем навредит клятва преступнику. Вот здесь Божий Августин касается этической стороны возможного обличения богохульника. Мы не должны говорить о этом богохульстве тем людям, которые с предубеждением относятся к нему. И они будут использовать это богохульство этого человека как повод для каких-то враждебных действий против него. И в этом смысле лучше обратиться к опытному священнику, который может тоже побеседовать с этим человеком, попытаться его вразумить. Таким образом, мы видим, что благодаря истолкованию Блаженного Августина текст из книги Левит стал вполне христианским. Хотя здесь речь идет о ветхозаветном понимании наказания за грех и так далее. В книге притч 19 глава 25 стих сказано «Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным, и если обличишь разумного, то он поймет наставление». То есть, если кощунник это человек все-таки способный рассуждать, разумный, он примет наше обличение. А если мы вынуждены его наказать, то на этом примере могут задуматься другие люди. И об этом мы прочитали из книги «Притч». И далее мы читаем второй и третий стих. «Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен». Что значит «не знал того»? Он мог коснуться части животного, не понимая, что это падаль. Он мог прикоснуться к мертвому животному, думая, что это живое животное. И далее. «Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен». То есть речь идет о том, что осквернение совершается в любом случае. Но в применении к нашей христианской жизни, насколько это актуально? Особенно первая часть – какому-нибудь трупу зверя нечистого, или трупу скота нечистого, или трупу гада нечистого. На самом деле речь идет о звере, то есть не домашнее животное, о скоте, домашнее животное, о змеи, о гаде, то есть враждебное по отношению к нам животное. Здесь мы можем спроецировать эту ситуацию, то, что описано в этом тексте, на известный запрет из Псалтири, первая глава, первый стих, где сказано «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». То есть речь идет здесь в нашем христианском понимании о тех людях, которые наши близкие, но они совершают какие-то осквернительные деяния. Или они чужие для нас, но какие-то звериные нравы проявляют. Или это просто агрессивные люди, ненавидящие нас, и мы должны в каждом случае стараться от любой такой нечистоты человеческой удаляться. Поэтому сказано «не ходит, не стоит, не сидит». Это три положения человеческого тела. Четвертое – это «лежит». Как говорится, лежишь, спишь, не грешишь. Но когда мы входим в общение с людьми, ходим с ними заодно их стезями, стоим на их пути, отстаивая их точку зрения, или сидим с ними вместе и что-то обсуждаем, но мы знаем, что это путь скверный, путь греха, нам это надо прекращать. Даже если нам кажется, что это все-таки не путь греха, но церковь говорит «нет, вот с этими людьми лучше не общаться». И мы знаем, с кем можно общаться, с кем нельзя общаться. В Писании сказано прямо, в Новом Завете, «кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». То есть тот, кто враждебно выступает против наших вероубеждений. Феодорит Кирский пишет, «Весьма же прилично соединил между собою сие грехи прикоснуться к нечистому и утаить грех клявшегося и солгавшего». Это то, что мы прочитали в начале пятой главы. «Ибо чистый, прикасаясь к нечистому, оскверняется, и не клявшийся делается сообщником во грехе». «Солгавшим, если не обличил его лжи». Здесь Феодорит Кирский имеет в виду, что если кто-то богохульствовал в нашем присутствии, других свидетелей не было, мы должны по закону Божию дать клятву, что он точно богохульствовал. А если мы уклоняемся от этой клятвы, например, из желания не навредить этому человеку, на самом деле мы становимся его сообщником. И в такой ситуации мы оказываемся нечисты. Как сказано в Писании, что худые сообщества, они развращают добрые нравы. И далее четвертый стих «Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, как бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том». Действительно, как учит наш Божественный Учитель Иисус Христос, от своих слов человек осудится или оправдается. Поэтому мы не должны давать какие-то поспешные клятвы. Христианин вообще должен быть выше любых клятв. Поэтому в Новом Завете сказано, что христианин должен говорить как? «Да, да, нет, нет». Если мы сказали «да», то наше «да» — это всегда «да». Если мы сказали «нет», то наше «нет» — это всегда «нет». А когда мы говорим сначала «да», потом «нет», потом опять «да», и наоборот, мы не держим своего слова. И от нас начинают требовать каких-то клятв, каких-то доказательств. И это неприлично для христианина. И давайте посмотрим, какое объяснение есть, опять же, у Феодорита Кирского. «Недостойно удивления благость владыки в том, что обещавшегося принести какой-либо дар и не исполнившего на деле не наказывает как неблагодарного. И клятва преступника, но врачует маловажным взысканием». То есть не надо удивляться, что Господь щадит людей за опрометчивые слова. Потому что тот человек, который не согрешает в слове, сказано в Новом Завете, это совершенный человек. А обычные люди часто согрешают в словах, но слова — это не деяния. И поэтому Феодорит Кирский пишет, что Господь более терпимо относится к людям, которые согрешают такими поспешными клятвами, словесными деяниями, хотя человек в идеале должен и от этого всячески удаляться. И мы читаем пятый стих, «Если он виновен в чем-нибудь из стих и исповедается, в чем он согрешил». То есть человек может быть виновен в чем-либо из стих предписаний, например, которые мы сегодня вот озвучили. Но для этого и существует исповедь. Исповедь, она позволяет человеку осуществить раскаяние перед Создателем и попытаться принести удовлетворение и человеку, против которого он согрешил, и Богу, волю которого он нарушил. Феодорит Кирский пишет, «Кто не прикоснулся к чему-либо нечистому и запрещенному, не слышал кого, давшего клятвы, или сам общался, что сделать или принести в дар Богу, и обещание подтвердил клятвой, но слово своего не оправдал делом, тому закон повелевает скорее исповедовать грех, а потом принести агнецу или козу и с ним умилостивить Бога. Если же он беден, то повелевается ему принести двух горлиц или двух птенцов голубиных». Почему Феодорит Кирский пишет, что надо спешить с раскаянием, что надо скорее принести удовлетворение Богу и ближнему? В Писании говорится о том, что Господь может простить нас за первое и второе прегрешение, а за третье и четвертое уже не простит. Причем у малых пророков мы находим такие слова Господа. То есть, когда грех, содеянный человеком, повторяется, это значит, он не принес раскаяния, он не спешил с раскаянием. Но когда грех уже третий, четвертый раз творится, один и тот же грех, и между первым совершением греха и третьим не было раскаяния, это уже не просто грех. Это падшее состояние, это греховный образ жизни. Поэтому у малых пророков и говорится, что за первое и второе Господь может простить, а вот третье и четвертое – все, долготерпение Божие прекращается. Поэтому Феодорит Кирский совершенно прав, когда он говорит, что с поспешностью надо все это делать. Мы не приносим жертву там агнцев, тельцов, потому что жертва за наши грехи – это кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. Но мы должны спешить с исповедью, и нормальный христианин не может заснуть, пребывая в состоянии какого-то тяжелого греха. Как сказано, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть прежде чем солнце заходит, мы должны успокоить свой гнев, мы должны искать возможности примириться с Богом, во Христе и со Христом через врачующее таинство. И далее мы читаем о тех действиях, которые совершали бесхозаветные люди для того, чтобы преодолеть последствия греха. «То пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его». И далее, «Если же он не в состоянии принести овцы, то есть он бедный человек, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлец или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение». Мы обратим внимание на эти слова «двух горлец» или «двух молодых голубей». А чему у нас христиан может научить это уточнение? Климент Александрийский в своем педагоге пишет, «Через Моисея он, то есть Господь, повелевает приносить в жертву ради прощения грехов двух молодых голубей или горлец, говоря, что Богу приятна невинность этих нежных творений, бесхитростность молодости, способность прощать, свойственная этим молодым животным, указывая также, что подобное очищается подобным. Однако боязливость горлец изображает также и осмотрительность ко греху». Братья и сестры, конечно, удивительное объяснение Климента Александрийского, очень такое поэтическое. Действительно, когда мы ищем мира с Богом, хотим примириться после содеянных грехов, мы должны вести себя не лукаво, мы должны вести себя как в молодости, простота выражений, суждений, а Христос говорит даже о том, что мы должны быть как дети. Почему как дети? Потому что дети во всем верят своим родителям. Что не скажет ему отец, что не скажет ему мать, он, открыв рот, слушает и все это воспринимает с полным доверием. Поэтому, когда мы хотим избавиться от проблем греха, мы должны стяжать вот эту простоту восприятия воли Бога, не спорить с Богом. А там были причины, почему я согрешил, а там были другие люди, они меня подтолкнули на этот грех и так далее, и так далее. Задача человека, как ребенок, он стыдливо закрывает лицо, краснеет, плачет, прежде того, как родители ему что-то скажут. Он же чувствует отношение родителей, немножко изменилось к нему. И давайте посмотрим, что Ориген в своих гамильях на Пес-песне пишет о этой жертве горлицы и голубя, молодой горлицы и молодого голубя. Не без причины, как жертва принимается пара горлиц и два птенца голубиных, ведь они означают одно и то же, и нигде не говорится только пара голубей, но пара горлиц и два птенца голубиных. Голубь это Святой Дух. Но когда речь идет о великих и сокровенных священодействиях, которые немногие могут воспринимать, Святой Дух обозначается наименованием горлицы, то есть той птицы, которая всегда живет на гребнях гор и на вершинах деревьев, а в долинах и там, куда имеют доступ люди, говорится больше о голуби, чем о горлице. Таким образом, символ горлицы, который приносится в жертву, это необходимость проявить осторожность горлица, который удаляется от любых опасностей, так и христианин должен бегать от греха, а не за грехом. Как прекрасный Иосиф, он бегал не за блудом, а от блуда, когда жена Патифара схватила его за одежду, он вырвался и предпочел голым убежать, чем нежели остаться с ней и согрешить. А голубь это действительно образ Духа Святаго, мы это видим, когда было крещение Христа, что Дух Святой действовал в виде голубина. С другой стороны, голубь это символ народа Божия, церкви. И голубь и голубица это то, что указывает на народ Божий, потому что часто обращаясь к избранным своим, Господь говорит голубица моя, горлица моя. Это его диалог Христа с церковью в книге Песней. И далее мы смотрим восьмой стих. Здесь сказано следующее. Пусть принесет их, то есть горлица и голубя попарно, пусть принесет их к священнику и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. Это очень такой интересный текст, который нуждается в объяснении. какое назидание для нас, что приносят жертву за грех птицу и священник надламывает голову, но совсем ее он не отделяет от тела. И когда, давайте вспомним, Авраам делал рассечение животных, то он всех животных рассек, кроме голубей. Почему? Потому что животные это народы языческие, а голубица, даже приносимая в жертву, это символ народа Божия, а церковное единство, оно превыше всего. И об этом надо помнить. Очень интересное объяснение по этому тексту нам дает святитель Григорий Двоеслов, папа римский, Григорий Великий, как его иначе называют, он пишет, иной, быть может, через историю отыскивает нравственного смысла, а другой через уразумение и насказание стремится к созерцанию. По истории всем известно то, что написано в законе, что у голубя приносимого в жертву за грех отрываема была голова до оперения так, чтобы оставалась на шее, а не совсем была отторгаема. В этих словах для читающих несомненно смысл исторический, но если ты желаешь это разуметь в нравственном смысле, то колесо приводится в действие, когда мысль священного слова возводится к нравственному разумению, ибо сами мы в жертвоприношении всемогущему Богу должны быть голубями, так, чтобы голова наша была отрываема до оперения, то есть душа до добродетелей. Душа до добродетелей. И далее Григорий Двоеслов объясняет, что мы готовы оказаться жертвой для Бога, но есть необходимые обстоятельства жизни, когда мы должны думать о своей плоти. Поэтому неотделенная до конца голова голубицы или голубя, она символизирует жертвенное служение, а то, что от тела не отделяется, это указывает на то, что мы и заботу о своем теле не должны оставлять. Да, ты служишь жертве на Богу, но ты должен следить за своим телом, ведь твоя душа в теле. И сказано, что наше тело это храм, в котором обитает дух, и кто разрушит храм, того покарает Бог. И Писания Ветхого и Нового Завета, они призывают нас к полноте бытия, чтобы и дух, и душа, и тело во всей целостности все сохранялось без порока. Но есть и аллегорическое объяснение, которое указывает на Христа, вот с этой надломленной головой, которая все-таки не отделяется от тела. Григорий двоислов пишет, что если кто-либо этот род жертвоприношения под типическим смыслом нашего искупителя, то есть Христа, возведет к созерцанию, что значит под типическим смыслом, аллегорически истолкует в применении ко Христу. «Итак, пусть смело возвышается дух, пусть поднимаются животные, чтобы вместе с ними поднимались колеса». Это указание на книгу Иезекииль. «Ибо кто наша глава, если не искупитель рода человеческого? О нем написано, тогда даде главу выше всех церкви, я же есть тело его». Когда иудеи преследовали его, тогда усиливались истребить на земле его имя, и когда увидели распятым и погребенным, тогда подумали, будто он оторван от любви всех людей. Но глава голубя и оторвана была, и однако ж от тела своего не отделена. Потому что тем, что претерпел за нас смерть, он всех теснее соединил собою через самую смерть свою и через то, что он видимо отвлек себя от очей наших, невидимо укоренил себя в душах наших. Итак, оторванная голова голубя соединился с телом, потому что, хотя Искупитель наш пострадал за нас, но от нас не отделился через жертвенное страдание. Такое очень интересное объяснение нам дает Григорий Двуислов, Папа Римский. И создается такое впечатление, когда мы читаем книгу Левит со святыми отцами вместе, то как будто мы читаем не Витхозаветную книгу, а Евангелие или какое-нибудь апостольское послание, потому что все обращено к нашей христианской жизни, к нашим действиям, которые мы осуществляем в Церкви во Христе и со Христом. Далее с 9 по 15 стих говорится о том, как приносили те или иные жертвы, какие ритуальные действия совершались, для нас это уже не столь важно, потому что в предыдущих главах эти же действия мы обсуждали. Давайте посмотрим теперь с 14 стиха по 16 «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока по твоей оценке серебряными сиклями по сиклю священному жертву повинности за ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю и отдаст священнику и священник очистит его овнам жертвы повинности и прощено будет ему». И мы опять обращаемся к Феодориту Кирскому, к этому искусному экзегету христианскому. Он пишет «Итак, впавшего в сие преступления Бог подвергает взысканию превышающему требовавшиеся приношения, ибо повелевает сперва заплатить весь божественный долг, приложив к нему пятую часть настоящей цены, а потом в жертву о преступлении принести овна ценою в пятьдесят сиклей и таким образом получить отпущение греха. Сие и подобное сему узаконив о согрешивших непроизвольно, тем, которые согрешили произвольно, взяли залог и затаили, или учинили какую неправду и грех, увеличили ложной клятвой, повелевая также сперва отдать обиженным, что незаконно отняли, и приложить к цене всего пятую часть, а потом принести овна и умилостивить Бога. Так поступил и блаженный Закхей, ибо кого чем обидел, возвратил в четверо, а потом половину собственности своей отдал нищим. Итак, Феодорит Кинский настаивает в согласии с Моисеевым законом и духом Евангелия на том, что человеку мало принести удовлетворение Богу через покаяние, исповедь и так далее. Ему надо примириться с соперником своим. То есть он должен выплатить весь тот ущерб, который он нанес другому человеку. Помните, как Христос говорит в Нагорной проповеди, «Если ты принесешь дар твой преджертвенникам и там вспомнишь, что брат твой имеет на тебя, не ты на брата, а он на тебя. Оставь дар твой преджертвенникам, пойди прежде примирись с братом твоим, потом придешь и рассудим». То есть совершенно необходимо не ограничиваться исповедью, но со своей стороны сделать все, чтобы принести необходимый извинение тому человеку, против которого мы согрешили. Оплатить ущерб, который мы нанесли этому человеку, ущерб можно нанести как материальный, так и моральный, может быть, мы нанесли ущерб репутации какого-нибудь человека, распространяя сплетни о нем, или просто имели суждение о человеке, о его настроениях внутренних, никогда не спрашивая у него, так ли это или нет. Поэтому очень важно делать все по предписаниям Божественного Откровения, для того, чтобы иметь мир с Богом и с ближним. А, собственно говоря, мир с Богом мы имеем через мир с ближним. И мы сами это декларируем словами, когда, например, читаем молитву Господню, мы говорим «и остави нам долги наши, як уже и мы», то есть, как и мы, оставили должникам нашим. И мы просим Бога, как мы восстановили отношения с людьми, чтобы и Он восстановил отношения с нами, да не препятствует нам прежде содеянной грехи общаться с нашим Создателем. И мы читаем далее 17 и 18 стих «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику жертву повинности, овна без порока по оценке твоей и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению и прощено будет ему». Феодорит Киевский пишет «Приносимые же были жертвы о грехе, о преступлении и о неведении». То есть человек может совершить преступление по неведению, но это не освобождает его от ответственности. Феодорит пишет «Словом грех означается произвольное нарушение какого-либо закона, словом преступление по какому-либо обстоятельству учиненное беззаконие». Ибо случалось иному против воли приближаться или к прокаженному, или к мертвому или к изливающему семя. По закону Божию соприкосновение с мертвым, прокаженным, осквернившимся от семени, оскверняло человека. Значение же слова «неведение» само собой очевидно, ибо не всякий знал все законы. Что касается до грехов душевных, то их показывает сама природа, но в рассуждении того, что требовалось от одних иудеев, имели они нужду в наставниках. В нашей христианской ситуации оскверняет не плоть. Человек может из сострадания прикоснуться к прокаженному, как Господь и делал, он может по неведению прикоснуться к скверненному, он из почитания усопшего заботится о его мертвом теле, и здесь он, конечно, не согрешает. Но речь идет о том, что есть еще проказа греха. И если ты легкомысленно общаешься с человеком, который покрыт этой проказой греха, нравственной и моральной, то худые сообщества развращают добрые нравы. Есть люди, оскверненные от своего блудливого образа жизни, и мы делаем их соучастниками наших трапез, мы подставляем самих себя, особенно, когда выпиваем вместе с такими людьми, как и сказано, в вине блуд. Или есть духовно мертвые, еретики, отступники от истинной веры, которых мы не должны принимать даже в наши дома. Вот все это мы, конечно, должны помнить и этого не забывать. И далее здесь говорится, мы читаем уже 19 стих, это жертва повинности, которую он провинился пред Господом, это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. То есть, как можно провиниться пред Господом жертвой повинности, если принося жертву, мы делаем безусердие. Жертва наших уст это молитва, а если во время молитвы нас разум блуждает по каким-то греховным воспоминаниям, то не является ли такая молитва произнесением имени Божия в суе, что совершенно недопустимо. Поэтому в каждом случае, когда мы пытаемся решать проблемы своих грехов тех или иных, вольных или невольных, или что-то мы сделали по ошибке, мы должны прислушиваться к словам библейского откровения и к наставлениям святых отцов, которые реально помогают нам обрести нравственную, моральную и духовную вменяемость. Как я часто повторяю слова из Писания, ибо все Писание полезно для научения, для наставления, для обличения. Субтитры создавал DimaTorzok